доброго времени суток с вами texer кар механик 2021 так ну и во первых новости игры вышла dlc ягуар добавляющий несколько ягуаров 4 или 5 по моему в игру то есть теперь на мусорке на будут плаз ягуары после естественное обновление установил обновление дал сишку а ну и чиним жабку чиним жабку на продажу сто сорок две тысячи день ой стоп на продажу себе а сто сорок две тысячи денег я думаю этого хватит чтобы починить жабку а потом пойти на свалку и что-то все нам прикупить как-то так ну что ж разбираем сначала на капотные детали паров идет бампер тут чего-то тоже нету безбамперная машина так это все не то стекло на выброс двери нету вообще кузов тут поразительно мало бампер задние номер вне бампера идет а фар нету все салон я помыл но сами понимаете это мой не мой все равно фигня так поперли кузовной детали нету то есть все детали идут на выброс покрышка винтаж список покупок зачем нет надо не знаю так ну вообще даст а ну красная все продать ушло она не пригодилась кузов целиком новый покупать ну что ж начнем отсюда начнем снизу что вытащить мотор на начать снизу правильно чё чё под капотом есть под капотом последнем уж повесилась ничего там нету вообще машина очень очень в ушатом состоянии прям вообще хочет за полка висит нагнетатель а здоровым все план поперли поперли разбирать все очень ржавая то есть эту машину очень не любили ее прям гоняли мучили и изводили ну ничего мы вернем и вторую молодость видишь писали поставь ты где на стэн насколько где на стэн стоит черт с вами куплю уговорили так доступночки 51 на чай тут 6 надо так уговорили я не то чтобы очень хотел это нового для этой машины получил снижение лайк и босс а для этой машины нужно будет наверное настроить коробку передач а это именно 11 происходит все гараж улучшен по максимуму как-нибудь у тебя дойдут руки будет ну как кроме серии останется время чтобы чем-то таким позаниматься и его внешний вид потому что у меня все куплено для этого но внешний вид я им еще не менял ну я так вот деревянный пол и тут сделал но это это мало вот интересно я амортизатор это не чинится в общем-то но надо ли их разбирать чтобы продать прошу не морочится наверно целиком продать тут постараюсь в одну серию сделать но сами понимаете это дело такое не быстро то есть серия будет длинная скорее всего разобрать собрать если вот так сказать без купюр если ничего не монтировать то это не быстро пока все разберешь пока поперечить и пока брат плюс еще она чунингованная же будет в гараж это же себе а рулевая не погодите но было же рулевая то а вот она впереди я же откручивал только что как штат безрулевой вот там отца тревожки толкнуть и все не чиня бельный так ну стартер поддон двигателя на месте в это видите видите это также как это вижу я надо масло сливать оно там есть сто пудов черное страшное так ладно тут о блок предохранителей живой ну да как видите как всегда стартера нету я боюсь он был так тут и тут но это ладно вот самая интересная коробка ну что я выиграю эту лотерею я проиграл лотерею это можно не трогать все тут тут все пошли туда коробка пошла на выброс жалко жалко я предпочел конечно и оставить тут занят хорошая подвеска который очень чиниться и это хорошо это сэкономит время в серии я не помню просто серия чисто машины занимался лящий деньги на нее зарабатывал прикидывал как по времени будет но понятное жабку сделаю стере целиком без этого жабка это вообще святое но болен как же и ушатали не знаю тут не обошлось без юмора стороны разработчиков типа гоночная машина она всегда убитая на понимаете вода покупает гоночные машины не волны около гоночные гражданские гоночные скажем так был вот вы покупаете хлам вы будете под ним жить с гаечным ключом или жить в зале ожидания сервиса или жить возле гаража васи который его будет чинить тачки на которых гоняют они ушатанные потому что они гоняют тут реально просто ну предыдущая машина была намного цивильнее и думаю после эта машина да надо будет сходить на свалку что-то купить блин главное не набрать себя в гараж ничего чтобы купить на продажу и сделать на продажу так бак насос нет все как по маслу так масло да ведь она есть так на место так ну во первых а это предохранитель были яйца вообще были они есть ломаные тоже не чиниться нужно выброс ну-ка ты чего нет это вроде но и знаю чиниться нет так а собственно все мотор мотор так доставалка моторов извлекли все машина пустая чего радиатор есть нет померещилась разбортировать колеса так во первых посмотреть на амортизаторы вот он 27 на его продам потому что не чиниться там еще будут пружины все на они тоже не чиниться им тоже хана а что нами предлагает забортировать между ничего нету ну ладно ну а может не предлагает купить купить одеть диск ретро на чего диск ретро так все это сделали амортизаторы продал протачивать диск если есть есть потом чинить так а у меня тут немножко громкость занижена но слушал занижен и между ним вернул уже но были следующая игра тоже на пониженном громкости записываю сама игра прикольный нахуй про . диск можно было еще что-то сделать там не знаю там шлифовка цилиндров забавно есть куда идти где-то не раз в три года игру делают да 2024 следующий будет если будет так хорошо с этим тоже разобрались теперь чинить три страницы немного но я говорю машину шоу шатану просто просто вообще хламину подвеска есть конечно а мне движок ладно разобью на два этапа починку починка подвески починка движка вот поэтому три ай вот поэтому три страницы движок я не разобрал до нижняя тарелка чиниться а пружины в пистине какая площадка ломаная да ну может ремонт не очень удачный кстати аудиск первый раз починил очень больно а зачем дальше тем хреновее последнем 19 все так с этим все ну чё диск на стапель да его ржавая какая ну чё погнали сверху вниз что вы чё скажете починиться 35 процентов так вот карбюратор на выброс пойдет я более чем уверен он красный он красный а вот это еще чем так мотор вообразен с толкателями с толкателями всех я люблю ну ну не дайте шанс починить они так на неделе по-моему денег стоит так что шанс починить радует так гренда давай разберу это понятно а чё не красным светится а наверно не долго чё у нас тут сцепление можно разобрать вверх вокруг захожу неспешно главному чуду толкатели крамы славой блин моторах там больших это в песне восьмицилиндровый же так есть приехала но давайте сюда здравствуйте толкатели тоже не чинибельные по моему да еще сюда ты чё пингован и буду засовывать жажж и надо будет посмотреть что сюда есть ну не так пингован это вряд ли сюда есть а остальное то есть так тут все тут все снимаем вот голову блока точно есть а то отсюда возникает вопрос а если я их причиню их продам то дороже наверно да ну да я я не люблю хлам создавать все на складе нас бегать на склад еще смотреть поэтому я либо то что у меня есть их машине я удержу а потом поскольку машину пошла либо в гараж либо на продажу я весь этот хлам продаю я не оставляю голова голова нам на выбор пошла так сам нагнетатель вряд ли калкингованный а вот головы поршни там что такое проще это на надо в тюнинг магазин посмотреть в этом свеча на торчит несчастная забытая всеми ржавая свеча торчит и это как бы уже является на большим мотором для жавки можно посмотреть конечно и собрать ей другой мотор потом он уже станет отель а я хочу еще больше желать но она вообще не рыжие болты не очень хорошо видно 28 это кстати возможно починить вообще вот так масло конечно слито да но вот так крутить мотор из него всегда чем-нибудь пылится о чем свидетельствует кстати вот клякса на полу на оке горелый цилиндр и тут все нагар и я помню просто раз я прощелкал но поршни тоже можете ингон и что-то такое было магазине тюнинга я сначала купил обычные поршни а потом обнаружил магазине тюнинга что есть и тюнинга он ее поэтому будет да сходить смотреть я думаю просто посмотрю мотор и пойду сразу в магазин смотреть что к нему можно а сначала посмотрю мотор вообще какой мотор в жабку можно ставить что вдруг у жабки какой-то есть более интересный мотор я сомневаюсь конечно что может что-то интереснее придумать вот это хреновина здоровый с нагнетателем в первый раз я такую фигню увидел фильм бездумный макс в первом давно там в конце 80-х наверно вот очень меня это впечатлило как это выглядит как это гоняет ну понятно что фильм все это гоняет лучше чем на самом деле вот эта турбина под капотом включающаяся после чего машина получает пинкает конечно смотрелся там интерцептор был просто не знаю наверное идеалом машины во второй части он его угробил по моему или в третьей он его угробил все машина ушла из игры из фильма так и было жалко потом я сделал всякие не могу выходе ты выходе их ты выходе все есть ну что давайте глянем чем можно на жабку вообще поставить хорошего так мозаика нет вот так нет не так вот у меня сейчас супер чарджет стоит маг и вот ну это короче простые 1 2 карбюратора это два карбюратора с нагнетателем маг и 6p ну такое себе я помню они были хуже я вот на фургон ставил не открою на грузовичок ставил супер чарджет так что у нас будет супер чарджет так во-первых чинить сейчас посмотрим что нам перепадет с этого три страницы хорошо нагнетать я тебя вытащу ну и сцепление такое спорт машина с чиненным диском сцепления ну вот это вообще копеечные детали даже не уверен что их дешевле чинить чем купать ну наверное дешевле пролетел ну блин вот мирил сгоя вот это вот да да ой пролетел да и впень не жалко а это все последний да оооо как я быстро три страницы пробежал видимо вот знаете на крышках подшипников проскочила основная масса ну ладно что починил то починил что не починил то мимо я бы хотел конечно сам блок цилиндров починить нет все прекрасно так ну блок цилиндров сами понимаете у нас есть клинвал клинвал мне кажется типовой поршень с шатуном а без названия пошли продаем то что не то и вот это тоже продаем а нет нет отмена по-моему я только что толкнул колеса да я только что толкнул колеса ну что по привидению будем смотреть продать все таки забыл их положить на склад все вот теперь все тут хорошее для мотора у меня мало что есть и это хорошо ну чё тюнинг магазин 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 тюнинг тут есть такая буква ион мне болин а он мне какой нужен то не буду пока брать нагнетатель в 8 hv вот этот полторашник и он мне будет нужен тоже возьму я уверен что это то что мне надо так все вот эти генератор тут вам просто генератор блин сейчас сейчас ошибусь голова блока глушители карбюратор это есть дроссель и есть зарядный выпрямитель моховик точно надо нажимной диск точно надо чинил да так ладно поршни же были вот поршни с шатуном восьмицилиндровый пум колец нету а это чё а конденсатор это все для электромобилей да бегунки силовая электроника свечи зажигания смотрите а я там покупал топливный фильтр да точно нужен топливный насос обязательно топливного бак нету электронный контроллер и всякая фигня так хорошо начнем с поршней а стоп обычный магазин блин мне туда-сюда прыгать по магазам не люблю поршневые кольца обычные ну поперли чёрные чёрные как будто с нагаром на самом деле не с нагаром на самом деле они такие есть чё-то блин фильтр тут у нас впереди странно да ну пусть будет гидроусилитель V8 генератор просто генератор оп я угадал катух сожигания B будем помнить я надеюсь можем не помнить головы блоков точно у меня тенингованы я вот уверен прям крышка будет тенинная так можно как-то вбок маховик прикрутить а диск там по-моему диска не было нажимной диск да нажимной диск был блестит хром так подшипник нет так сцепуховый подшипник и подшипник сцепления и крышки все вот эти вот а у меня есть сколько-то сколько-то у меня все походу есть не какие-то я ломал там какие-то я испортил но крышки тюнингованов в наличии нет поэтому крутим да вот по-моему одну такую я испортил сейчас прикручу да покупать надо будет крышка подшипника коленвала но они все крышки поэтому я хоптом куплю сейчас вот посмотрю сколько мне хватает а распредвал по-моему спортивно не бывает я посмотрю опять блин все смотреть надо лазить вот это плохо плохо надо будет туда-сюда метаться вот больше не будет это метание по магазинам оно во-первых времени очень много отнимает во вторых действительно ну суета так две крышки шатунов одна подшипник коленвала так поперли крыш крышки подшипника коленвала тут уже где-то рядом должно быть крышка распредвала подшипник коленвала там шатунов там как-то по-другому называют штуна она просто не вместе с ними лежит она в отдельной куче лежит так что мне еще обычного нужно в цепухе в цепухе крышка маховика какого очень странно смотрится да на коробку передач больше похоже на самом деле так выжимной подшипник сцепления камон чего еще в моторе не тюнингована чтоб сразу хапнуть а ну бачки конечно но я не сейчас буду брать так пошли в тюнинг тюнинг ооо а я диски зря точил а диски то на продажу пойдут так распредвал есть распредвалы вообще о видите ягуар появился и тайп так распредвалов я так наблюдаю нету V8 берем всевозможные глушители распредвал есть распредвал есть V8 от G ОАШВ есть берем свечи сразу возьму 8 штук когда еще сюда зайду когда зайду скоро зайду ладно катушка зажигания B была я помню она была B есть такое ну конечно бегунок можно сразу брать раскатушка значит там идет распределитель только вот какой распределитель я думаю вот этот вот А но я не уверен поэтому пока не буду трогать катушка всегда была да распределитель зажигания вот этот вот то есть на 8 и вот эта катушка зажигания тоже пойдет вот а пока больше ничего хапать не буду тут а голова блока еще конечно же ну 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 вот какого V6 V8 V8 один только V8 ну ну нет не один но как то это все ой блин сколько у вас еще нет вас много а V8 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 вот Масляная болтинг, не закручен пока, а сейчас закручу и появится, я прав, да, закрутил он появится, оп, а не туда, так, подшипник, V8HV, у него свой, да, хорошо, будем знать, да, чинингованный голова блока, то я немножко зря чинил, но что поделать, чинил. Так, есть голова, так, катушку несу, сразу, туда, распредвал, а, чинингованный, и сюда, ех, ашка, ну, я на всякий случай не стал, а вдруг где-то там бэшка спрятала. В чем чинингованность этого гидроусилителя, я не знаю, конечно же. Но что-то, в чем-то она есть. Да, и коромысла, и толкатели, они обычные, поэтому сейчас в обычный магазин пойдем, и там можно будет обычную фигню купить. Так, ну что, давайте тогда сначала толкатели, толкатель клапана обычный, да, и как он, коромысла, что-то такое, по 8 на каждую сторону, то есть по 16. клап. Так, толкатель клапана, безымянный. Коромысла клапана, тоже безымянный, ну просто на вид такие же, я их на вид помню. Клапан сброса давления, о, какое, обалдеть. Так, ладно, поперли. А, свечи. Свечи тоже, раз уж мы тут. Проводочки вроде как стюминга берутся, насколько я помню. Так, коромысла, погнали. Коромысла толкатель сначала, потом коромысла. Вот, нудная сама в этих моторах вот эта вот вся фигня, это пипец какой-то. Сосовусь, штырьки. Ну, возможно, что-то в этом, конечно, есть, но, блин, 32 детали офигачить просто так вот, одинаково. 12-й дров уже еще бывает мотор с такой же фигней, по-моему. Ты развлекайся, как можешь. Так, крышки тоже в тюнинге, а, к всему этому сверху, ну это ладно, потом доберемся. Выхлопные трубы в тюнинге. Зажигание в тюнинге. Короче, сейчас в тюнинг. Как прикручу с двух сторон. А и Б, О, ШВшная, я понял. Просто вот так вот подумать, да? Я столько чинил, а оно, в общем-то, как бы... Опа, не докупил, что ли? Ой, даю. Ну ладно, мне все равно еще в обычном магазине нужно, я фильтры забыл купить. Так. Восемь. Я восемь, наверное, купил, да? А, шестнадцать. Так. Фильтр. Ой, красненький какой. И-6, Л-24. Хотел бы, наверное, увидеть этот мотор. Так. Ладно, поперли. В-8, у вашего черненький. Прикрутили. Поперли. Ну что, пол мотора собрал, я бы сказал. Тут ГРМчик надо повозиться будет сейчас. И пол мотора есть. По времени 33 минуты. Ну, в принципе, нормально. И час будет, наверное, серия. Потом, надеюсь, успею пообедать и стрим. Так. Поперли. Тут. О, блин. Гайки. Толкатель просто так запихиваешь, а гайки, они вот. Они гайки. Давай, 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 прикручивай. ГРМной части карбюраторной осталась. И мотор тащить в машину. И там подвеска. Ну, подвеска, мне кажется, быстрее мотора. По крайней мере, вот такого мотора. Так. Это крышки. Так, свечи давай. Крышку зажигания я покупал. Там две чертовы клипсы надо будет. Я не помню, какие они. Так. В8 ОАШВ. Хорошо. И выпускной В8 ОАШВ. И впускной нагнетателя. В8 ОАШВ. Так. Они клипсы? Они клипсы. А, ладно, потом найду. Так. Тюнинг. Впускной коллектор нагнетателя. Ага. Карбюратора. Нет. Нагнетатель. В8 ОАШВ. Иди сюда. Стоп. Я его, по-моему, купил уже. А выпускной коллектор. А выпускной В8 ОАШВ. Вот две штуки. ТЫЦ. А, собственно, я стоил за крышками. И за... А карбюраторов что нету у этих одинвардах? Кстати, друссель есть, а карбюраторов нету. Это неправильно. А, вот карбюратор. Карбюратор. Карбюратор В8 ОАШВ. Карбюраторы В8 ОАШВ. Вы что, там разные? А, есть F. Ну, короче. А, есть Е. А еще есть BC. Блин. Надо смотреть, какие, короче. Возможно, там четырехдиффузорный просто стоит и все. ОАШВ. Так, ладно. Крышка есть. Крышку брал точно. Нагнетатель В8 ОАШВ. Триксаря. Беру. Это он. Он нужен. Так. 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 Нет. Вот. Ашка. И чертовы эти клипсы, которые я вот не знаю где чего. Так. Выпускной. Вот их делают хромированные, честно говоря, не знаю зачем. Они же под машиной их никто не видит. Ржавеют они там просто на ура. Мотор, конечно, должен блистать. А да че, я крышку не нашел. А там крышки нету, значит. Крышки нету. Значит, тогда в обычный магазин. Крышка блока В8 ОАШВ А и В. По-моему, это нарядная должна быть. Угу. Конечно, нарядная. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ладно. А. И где Б? Вот Б. Поэтому красненькая будет. Она вот такая. Неожиданно. Потому что обычно на киенговый мотор что-нибудь такое хромированное вычурное ставят красиво. Ну, в игре. Но не в игре точно ставят. Как видите, все поставил, но провода зажигания В8 нужны. И как тебя там? Хомут, ты хомут. Ага. Хомут. Он Б. Я его возьму две штуки. А, это воздушные фильтры. Интересно, а тут есть корпус воздушного фильтра? Не буду пока брать. Так, и провода зажигания. Да. Провода зажигания. Почему не киенгованы, я не знаю. Ну, давайте посмотрим. Ладно, давайте в киенге глянем. Вдруг есть. Я могу ошибаться. Провода зажигания. И, В6, В8. Уашивая. Ф. Ладно, давайте возьмем. Мне кажется, хватит. Мне тоже хоть подойдет. Да, В8 просто. Просто В8. Тюнингованные. Они все тюнингованные оказались. Кто мог подумать? Да стой ты. Ага. Хомут, елки. А, как я тут в хомут попаду? А, блин. А, в него не попадешь. Катушка. У тебя будут крутиться вечно. Пока в хомут не попаду. Есть. Вот так. Ну, давайте корпус сразу. Ай, он черный. Много я продам всякого. После того, как все закончится, да? Потому что нагнетатель у меня тоже тюнинговый. Попробуй сэкономить называется. Я его починил вроде, да? Но. Так, давайте на ту сторону сначала. Тут закончу. А потом буду радостно лазить вверху и прикручивать все-таки к нагнетателю. А потом не радостно буду прикручивать ГРМ, потому что ГРМ он не интересный. Он не тюнингованный. Пробочка. Так. А, коробку надо полагать. Ах, нет. В тюнинге коробки не видел. А, коробки, по-моему, отдельный магазин. Так. Стоять. Четырехдиффузорный, да. Вот так проще всего. Так. Фильтры там воздушные были странные. По-моему, в тюнинге такого нету. Хотя странно. Обычный там есть. А вот этого круглого там нет. Ай, красненький. Так, компьютером любят. Даже у меня вот когда 3D принтеру, там, типа, тюнинговые детали. Они вот тоже-таки с красненьким сделаны. Фильтры воздухозаборника 8 ОАШ. А ну, посмотрим. Опять-таки. Что мешает? Фильтры воздухозаборника. Он может даже не похож, конечно, быть. Но я не вижу. Я только такие вижу. Они из другой оперы. В обычный магазин, значит. Магазин дополнений. Мигалка сирена. Ну, блин, ну, вот кому вот это надо? Магазин настраиваемых передач. Вот оно. Так, хорошо. Боди-тюнинг. А к жабке есть боди-тюнинг? Блин, это интересно. Так. Фильтры. Фильтры. Большой боковой круглый. Не, это не то. Вот он. Почему в конце тоже, я не знаю. И почему он тюнингованный не бывает? Хотя обычно не бывают. А что это за раструб? Воздухозаборник. Ну, он пожизненгованный. Воздухозаборник. Я его не починил. Он, видимо, словно дома. Все. Блин, как все это сияет. Как все это красиво. Ай, надо. Шатерня распредвала. Есть? Нет. Обычный магазин. Обычный. Там пока вторая еще шатерня. Ну, как минимум. А цепь там ГРМ. Немножко другое. Цепь там ГРМ. Не то немножко. Не распредвала. Крышка ГРМ. Ну, вот крышка. Хотя потом уже будет в складе. Так. Она, по-моему, по цвету другая. Так. Не тут. А тут, значит. Крышка ГРМ. В8 ОЖВЦ. В8 ОЖВЦ. А просто ОЖВЦ. Вот просто ОЖВЦ. Так. Желтенькая. Сколько тут моторов в игре, да? Это МАК, наверное. У кого желтенькая крышка. Там, по-моему, станина даже другая. Но не уверен. Ну, то есть там не в обвесе разница. Там другую станина надо брать. Для того мотора. Так. Водяной насос. А вот тут вопрос. Есть ли в тюнинге водяной насос? Насос. Ну, кстати, на будущее посмотреть. Да. Водяного тут, в принципе, нет. В8 ОЖВ. Ну, в принципе, тоже ничего смотрится. Так. Шкив водяного насоса нагнетателя. А, он и водяного насоса, и нагнетателя. Вот тут шкив. Насос нагнетателя и просто... И коленвала. Шкив. Шкив. Водяного насоса нагнетателя. И коленвала ОЖВ. Так. Что мы тут имеем? Мы имеем кучу ремней. Приводной ремень компрессора. Приводной ремень Б. Ремень А. Ремень, значит. Да давай ты. Так. Поликлиновый. Сами его поликлиновые. Приводной ремень компрессора. Вот он. А, ОЖВ. Блин, стоит сгогулина это. ТВР какой-то странный. А, Б. В8 ОЖВ. И приводной ремень А. А это вверху. А. ТОЖВ 8 ОЖВ. Тебя. Тебя. И тебя. Есть. Вентилятор. Конечно. У него свой. Вентилятор радиатора. Где свой? Вот свой. Ну что, господа, дверло готово. Красотища. Так. Сварочный аппарат, идешь со мной. Ремонтируем льстиль. Красавочка. Так, на место. Поставить. Без вариантов. Так, уходи. Так. Ну красота. Реально, блин. Такая вещь. Смотришь, приятно. Так, поперли. Что нам тут? Нам, во-первых, магазин электроники. С тюнингом здесь все. Тюнинг, по-моему, остался только тормоза и коробка. Возможно, стартер. Хотя, тюнинговый стартер звучит бредово. Их я там не видел. Нет, стартера нет. Тюнингованные тормоза. Да, возможно, вот эта вот фигня тоже есть тюнингованная. В силе тормоза. Да, нет, не было там. Так, короче, поперли радиатор С. Так, ну и помним, бачок емкость, да? Бачок емкость. Опа, а какая-то емкость. Емкость тут. Емкость. А тут нет емкости. Тут радиатор. Ладно. Аккум это в электрике. Блок предохранителей А там же. Пошли в электрику. Блок предохранителей А. Стоп, я, по-моему, починил. Хрена. Аккум. И стартер. В8, по-моему, тут. Так, Аккум. Тыц. У меня есть. Я чинил. Так, ну давай им и займемся. Релюшки. 2А. 3Б. И 3С. Реле, реле. 2А. 3Б. И 3С. Что-то, по-моему, сместилось. По-моему, релюшка одна уходила вниз. Может, списке что изменилось? Там ягуара какие-нибудь прибавились. Специфичные. Электрические детали для ягуара, наверное, прибавились. как, наверное, так, да. Так, тут предохранитель А, Б, Б, С. 2А, 3Б, 1С. 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 К вопросу о списке всего этого, чтобы по списку покупать. Вот, это офигенный тренажер памяти. Просто офигенный. Чем тут заморачиваться? Дрессировать память. Просто так, в игре ее дрессировать гораздо приятнее. Так, крыша блока-прежонителя А. Так. Во-первых, зрительное. Где что лежит, как лежит, почем лежит. И как выглядит. Иногда тут повернуты другим боком. То есть, тут всякое интересное. И плюс номенклатура. По памяти фигачить номенклатура. Это тоже, блин. Что еще? Занятие. Так. А вот. Ну что, тут тормозяк, по-моему, и все, да? Под капотом больше ничего нет. Стоп. Или мемеричься там какая-то... Не, а? Слушайте, они даже воздух фильтра отдельно не сделали. В этот раз косяков не будет, да? Я правильно понимаю? Так. Тормоза. А тормоза там чунингованные были, я помню. Надо будет туда идти с тормозами. И что я тормоза спасал? И зачем я это делал? Так. Давайте теперь жидкость сразу налью. Все. Агрегат готов. 51 на минуту. Больше часа будет. Подвеску еще делать. Ну, блин. Она так и будет больше часа. Как ни пляши, в любом случае будет целая сборка машины. Она будет больше часа. Причем, замечу, вот эта машина, она попроще. Там ведь машины, в которых деталей и кузовных, и моторных, и подвесочных. Не, моторных вряд ли. Подвесочных гораздо больше. Сколько жидкости туда я наливаю, да? Эй, мотор еще не наливал. Масло. Сколько всего надо. Отлично. Заправлено. ну давай вверх сейчас будем развлекаться так 107 в принципе по баблу все неплохо так ну что сразу давайте с коробкой коробка передач своя но есть магазин с коробками передач вот в 8 tvr и 6 еден какой-то она это для этих на для электрических 84 на 4 но тут так не не прицепишь чтобы сделать машину полноприводный не получится коробок тут настраиваем всем на зависть стартер люблю без него машину отправить еще нас весь динди на стенд этот светится что подрамник а.д. о появы а он видимо убит подвеска нет это тормоза нажал ты не подвеску нажал подвеску так подрамник а.д. горы соленблок все такое так не забыть тормоза тормоза так рулевуха по моему у меня ее нет и стабилизатора тоже нет так ставчик у нас б рулевая рейка рулевая тяга две штуки стабилизатор б стойки стабилизатора как бы там не б было но мне кажется б давайте сейчас узнаем угадал я нет наконечники рулевой не купил ну ладно все равно еще заходить покупать всякое так мы поперли сначала в правую сторону о медведь есть это приятно так ну что есть ты то есть сайлентблок не только а какие там сайлентблоки малые вопросы ну сайлентблоки не знаю десяток их как раз отчасти рулевой наказчик ты прикуплю поперли ай все блестит так амортизатор двухрычажной подвески вот этого мы сейчас будем отвлекаться и собирать амортизатор двухрычажные подмена то подвески передней задней двухрычажными еще ни разу не попадал не попадалось так крышка эта пружина пошли а раньше ржавый разбирал зачем ну как зачем думал что починить и починить нельзя все да бэшка все правильно помню так а роль рулевая тут спереди присоединяется так вот стойка одна 150 хоть есть тоже 1 не спас остальные видимо подшипник вроде был так а вот диски магазин тюнинга так вентилируемые тормозные диски просверленные просверленные шлифованные углеродная керамика щелевые давайте будет углеродная керамика я не знаю влезть не должна влезть так остального тут нету да но тормозов самих тут да тормозов тут в тюнинг не запихали смесь мечету не его первый-то подсунули я шучу типил такое они туда колпак ступицы и короче по тормозам пошли по обычным дисков гладкий тут вот вентилируемый б есть некий я не знаю пойдет нет нет сзади вентилируемые не бывают так что мимо так что в пролете так тормоза колодки сзади по моему то что дисковые и один диск я протачивал суппорта спортов спортивных хочу тоже тут не у наблюдал но один у меня есть минимум колпак 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 откуда у нас колпак в подвеске видимо колпак 2 вот так ну с колесом подождем до колеса нам еще покрышка винтажная гоночная хорошо размер надо будет посмотреть так там все сделал теперь тут им а давай сразу верхний тогда нижнее звено верхний рычаг я так подозревал что оно такое так нижнее звено верхний рычаг а тут нижний рычаг на самом деле аня звеном ведь нижний рычаг от не звено то есть но как-то гуляет с башки перепутал хромает немножко локализация конечно не сильно но чуть-чуть есть солен ты и туда но я сразу повторяю что прикрутить не лазить так верхний давай и все соленблоки кончились на этом а что назад надо ставить тут где-то 12-12 может быть 14 надо на всю машину прикручено так стоечку и этой нет так передней ступицы а задней нет но задней тоже надо но это потом заднюю тоже по мне все починил передняя ступицы ее тоже нет подшипник есть диск есть полно грузовичок на свой я не такие диски не ставил так супер вроде еще один был нет нет суппорт спортов надо покупать три штуки так porsche один для был для тормозного значит два поршня колесо пошло все закончено пошли снизу сейчас на выхлопнув у это есть тюнинге так глушаки потом дальше катализатор кстати есть хрен там плавал катализатора нету ладно а есть отличный нейтрализатор есть все есть так передняя выхлопная а два раза средний глушитель тоже по моему тут вот он а потом катализатор будет или тут такими не морочились когда машину создавали какая нафиг экологии нет никакой экологии экологии отсутствует как вид каталитического нейтрализатора здесь нету нормально так задний глушитель в 8 xg по моему ягуар да вот значки ягуар это было время когда фигней с экологией не страдали опа а мост не выжил до окай подвеска тут вообще подвески нет так ладно на подвесочка задний ведущий мост неподвижный топливный бак ли надо поставить пока не забыл тоже потом забуду оттопленный насос у меня есть туда присобачено так приводной вал что нету я же учинил но могу померещится приводной вал передний нет просто есть но все осталось задняя подвеска и кузова блин а уже час пять то есть полтора часа будет такой мини стрим ну ладно у меня очень менее многих стримов полтора часа идут прям 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 такое мини так поперли амортизатор задним бы ну все все в подвеске амортизатор задним бы пружина точно надо остальное не знаю что у тебя ой царапаны или отражается нижняя тарелка есть одна есть так верхняя тарелка короче нужно два штука а нижняя нужна одна так уж заодно раз еще полез так с этим все задний продольный рычаг тоже помни комплект нет сайдент которого тоже нет ну два точно надо он был 2 и надо так кто по-моему обычный чинил чинил тоже она что интересно всего всего сливает по одной и это по одной ну вообще просто чума все больше нет но поперли это делать так они внизу лет три штуки так нижняя то рычаг давайте сразу на это не ты пытаешься меня обмануть это не ты так и суда ну чё стойка то есть тоже одна ступица колеса 3 ни одной так стойка задней ступицы стойка задней ступицы c и это 3 ааа 2 ааа цельный задний ведущий мост тоже один это что за рандом такой 50 процентов да что я угадаю и починю тоже один диск у меня и 2 надо же и колеса отлично пошло вон ту сторону так тут подвеска что надо закончить с амортизаторами и прочим так и сюда тут вроде купил купил задний мост не купил а вот собственно и все с подвески ну финишная прямая колеса но давайте смотреть они тут вот тут где у этой жабы колеса вот они заводские шины диск ретро 02 b который я продал нафиг не починив по моему хотя погодите диски есть опа говорите вся подвеска вот так вот посмотрите а игра не возражает типа все хорошо ну а потом скажешь то есть поехать что у тебя не хватает но потолб в сборке они возражает небольшая засада так хорошо продаем на все это да возможно это может пригодится чтобы машину ну за деньги чинить даже спорить не буду пусть так диск ретро 02 b 15 диск ретро это колеса в диске вернее диск ретро basic classic модерн 02 b три есть так колеса 225 60 r15 они они старые гоночные что такое 225 покрышка гоночная винтажная вот четыре штуки 15 25 25 60 по моему да 15 5 зачем мне 5 запаску что ли 225 60 по моему оно еще раз 225 60 15 да оно опа так туда красиво винтаж мне могу к что-то новое поставить там она эта переживет тем более что это себе оставляю Лучше за нас ходят не ставят, как говорится. Топ, до что она делалась. Тут можно, конечно, широченные катки зафигачить машину и наслаждаться, типа, жизнью, но нет. Они могут с моделью конфликтовать, не конфликтовать, они могут сквозь крылья торчать. Но подобрать, конечно, можно при желании. Но я предпочитаю штатные ставить, потому что на машине он должен стоять, вот допускай там он будет. Диски, да, кстати, можно менять, но опять же, винтажные и винтажные. Собираем. Как стояба. А, не отбалансировал. Мисклик. Давай-давай-давай, быстрее. Вообще момент он отбалансировал. Ну-ка. Это в три этапа. Похуже. Зато все рядом. Забрано. Вполне возможно, что я что-то забыл все-таки. А еще на тюнинговые кузовные детали. Сто пудов есть какие-то красивости. Ну, капот с вырезом под компрессор это точно есть. Да, старые высокие покрышки были, сейчас норовят тонкие и сделать. А следующий этап начнется со свалки, я думаю. Потому что надо что-то на продажу перегачиваться. Деньги подожрал, конечно, но сейчас еще подожрал. Будет не сильно меньше ста, конечно, будет, но подожрется все равно. Так что все-таки это надо. Низ. Просто если делать шире колеса, она будет торчать из крыла больше шире, то есть игре-то пофигу, но некрасиво. Так. Хорошо. Кузовнушка. Планшот. Магазин. Так. Боди-боди-боди. Тюнинг кузова. Да? Да? Он уже. Он. Жабка, 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 жабка. Болт-рептилия. Так. Ну что? Прям все покупаем, да? Посмотрите. Тут два варианта. Фар. Ну-ка. Капот. Да. А по фарам давайте посмотрим. Чего для него будет лучше? Б или С? Вот так. Три. Так. Две. Мне кажется, две красивее. Это передние. Задние. Задние тоже. Б и С есть. Ну давайте С возьмем для разнообразия. Хотя Б ярче как бы смотрится. Нет, давайте вот эту. У меня же не тонированная машинка как-нибудь. Так. То есть кроме капота и фар все брать в обычном магазине. Ммм. Да. Кроме капота и фар бампер. Ммм. Дверь. Хоть стоять не трогай. Зеркало, стекло. Крыло 1, крыло 2. Бампер. Дверь. Зеркало. Вот все. Все взял. Полтишок ушел где-то. А нет, двадцатку я потратил на эту. Тридцатку всего. Слушайте, недорого. Нормально отделались. Так. Кузовные пошли. Все-таки машина старая такая. Тогда не делали темные фары. Их тогда делали максимально светлыми. Давайте номерные знаки сразу скажу и куплю номера. Так. Ред Дот Сити. Пускай будет. Это разработчики, если что. Два надо было купить. Так. Вот дверка. Оно, вообще-то, черное лепится. Ну, красить будем. Ох ты, какая там сонка. Рычажок от кровати прямо там сзади где-то. Оно. Оно. Да, машина, конечно. Стильная. Приятно посмотреть. Блин, бэтмобиль какой-то. А, вот у него фары, смотрите, не поднимаются. У него свои, по-моему, поднимаются фары, вытаращиваются. А вот такие тюнингованные нет. Ну-ка приседать можно, приседать нельзя. Ну, вообще, круглые, мне кажется, смотрелись бы лучше. А давайте купим. Какая разница? Тюнинг. Тюнинг. Кузово. Рептилия. А, я ниду купил, да? Пощелкал туда-сюда. Все хреново смотрится. Квадратный лучше. Ну, вообще, так себе. И то, и то. Этой машине не подходит. Не ее это формат. Штатный, наверное, было бы лучше. Ну что, штатную, чтобы купить. Ладно, пусть будет. Просто, ну, мне не нравится. Не тот вариант, не тот. Ну-ка, ладно. Штатные. Не, я это так просто не оставлю. Так. Штатная. Левая. Левая. Ну, ладно. Квадратное место. Просто тут она не выдвигается, как должна. С выдвижными. Она смотрела случайно. Тут нет такого, чтобы они выдвигались. Так. Вроде все поставил. Салон. Руль отдай. Так. Что у нас по салону? Сиденье 11. Сиденье любое. Но можно, конечно, и сделать. Так. Хорошо. Салон. 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 Кожа 11 у них, да? У меня только переднее же сиденье. Руль. Руль. Вот же термос. Так. Сиденье 11. С какой-то буквой, не знаю с какой. Но белый неплохо. Смотрится вот это вот. Чуть-чуть есть. Нет, это уже не то. Немножко. Белый красиво. Тоже самое, что у них и было. По-моему, ц-шка у них и была. Так. Ставим. Не то. Так. Ну вроде все. Ну что ж. Поехали по всем. По всем. Мойка нет. А где покраска? Покраска. Ну что ж. А только вот нового стенда не появилось, у меня что-то какая-то новая покрасочная камера, что-то новая, красивая, нет? Нет. А вот, комплект наклеек. Во, есть. Так. Два, не вижу. Три, там что-то меняется? А, вон сверху серость, вижу. Три не вижу. Белая, забавно, кстати. Отсутствует. Вот так. Тип лака. Глосс солид. Металлик. Красивый перламутр, матовый. А мне матовый больше нравится. Так, оттенок. Я понял. Вот так. Да ладно, хватит пшикать-то. Уже покрасили. А тут чего? Ну, тут просто покраска, шероховатость, бесцветный лак. Заводской цвет может был, но я не хочу. Так. Классика жанра. Куда дальше? Дальше, наверное, давайте на дино-стенд. Контракт. Что тут делать, не помню. Мне кажется, здесь коробку настраивают. И что-то в ящике с инструментами. А, моя прокачка. Спасибо. Давайте прокачаемся. Получить ящик после выполнения контракта. Хорошо. Ну и все, тут дальше уже пофигу, что куда. Давайте гайки крутить. Ну это давай. За единичку-то. Собственно, вот. Так. А что у нас тут? Ящик с инструментами. Фига тень. Вот, где на стенд. Че и все? Окей. Да, хочу. А, оно коробку настраивает? Черт его знает. Не, по-моему, коробка настраивалась где-то как-то отдельно. По-моему, в гараже эта коробка настраивалась. Не помню. А, 924 лошадиных силы. Ну, предусмотрим 500. Круто. Так. Куда теперь? Теперь, теперь, теперь. Теперь на стенд сведение колесиков всего такого. Так. Поперли. Но это не надо. Блин, главное по нерции не продать. Так, все. Тут все. Фары. А что фары жужжат? Там электрокорректор какой-то. Правда, электрокорректор не жужжит. Фары есть. А, сейчас задвину его в гараж, посмотрим, что там с настройкой коробки. По-моему, есть настройка коробки в гараже. Я правда не помню, как это делается. И как оно настраивается. Я вообще не факт, что оно тут есть. Я могу ошибаться. Просто я помню, что-то мутное такое было про настройку. Нет, нету. Так, ну чего? На этот. На тест. Жабка. Камон. Вторая моя будущая машина. А жабка была голубая в прошлой своей жизни. Ну это, блин, это не светлая спортивная машина. А, как и салон. Минималистично, конечно, напрочью. Как красиво. Ох, как тебя колбасит-то. Ой, ну да. Машину обновить надо. Но, с того, что я на разгоне не носит. Похоже, коробка настроенная. Так, тут газовать не буду. Мы на гоночном посмотрим. На скоростном, вернее, на гоночном. Стой. Блин, оно ведет себя у них, как корова на льду. Ну не ездят так машины, ну елки. Ну, блин, разрабы, поиграть хоть один гоночный симулятор. Ну, в общем, все хорошо. Да. Понятно, что все хорошо. Ну что, в гараж. Так. Парковка. Стоп. Парковка. А, да. Все там. Не, в восемнадцатом было все-таки лучше Голубой на лицо, он хоть перекрасили бы Ну вот так Здорово А если что, вот мой первый слоник Вот у него коробка не тенингованная Поэтому в нем дури просто неимоверное количество И он просто с места трогается с большим трудом Шлифует просто колесами только в путь В нем стоит такой же мотор, как в той машине Тут фигово сделано Там была парковка, по которой можно было ходить На чем экономят, не знаю Сейчас же это не сложно сделать Движки графически становятся лучше И все такое Стоит пылью простая Ну да, следующий будет Но вообще следующий заезд будет сейчас на свалку Ну не сейчас, в следующей серии На свалку И там я уже Так, все надо продать Куплю что-то на На продажу, починить Ну так, что найду Блин, я зря продаю, наверное Что найду, потому что Ну неплохо бы еще в гараже заглянуть В гаражах все дороже Но в гараже скучнее Я просто тем, что карты гаража Зают накопившиеся В гараже скучнее В свалке там машины в более хорошем состоянии Но их не так интересно восстанавливают Интересно галимую ржавчину восстанавливают Вот, и опять же я наверняка себе что-то куплю Да, вот этот пепелас, конечно, надо чинить Но следующий мой заход будет он По свалке Дейл Рейвен, честер, какой красивый Такой тоже хочу Такой не хочу Тайот Карл Луда Лак, Рокс, Фред Это Рено какой-то А, Биан, Пежон БМВ Ростер Спорт тоже забавная штука Ниссан Фейр Дэдди Ну блин, старые очень Вот, винчестер классный Вот такую можно Рин и Бианг Роял Таун взять что ли? Горелли правильно а давайте приму пусть будет с ней тоже разберемся но как бы сюжетки надо тоже брать сюжетка штука такая сюжетки надо брать с окрутиками они просто ну они у них интересная диагностика бывает пусть стоит ну что господа на этом все жмите пишите до новых встреч